Итак, друзья, всем привет! Небольшое видео о моей студии, кому это интересно. Было довольно много вопросов, поэтому сейчас я покажу, как здесь что устроено, может быть, это кому-то будет полезно. Но сначала два объявления. И первое, это то, что на канале уже в ближайшее время будет 70 тысяч подписчиков. За это огромное спасибо всем, кто подписан, всем, кто смотрит и поддерживает. И уже традиционно в честь круглой цифры будут видеоответы на вопросы, и все интересующиеся вопросы на любые фототемы и прочее, все, что хочется спросить, можно задать под этим видео в комментариях, и будет отдельное видео, посвященное, опять же, ответам на вопросы. Таких видео довольно много, и они довольно интересны, судя по откликам и комментариям. И второе, это то, что хочется канал делать более насыщенным, более интересным, и самое главное, более полезным. Поэтому ищу авторов, которым есть что сказать, есть чему научить и есть чем поделиться. Если вам это интересно и хочется этим заниматься, но не хочется начинать с нуля, с нулевыми просмотрами и прочее, а хочется сразу хорошего старта, можно работать вместе, и все это будет выпускаться на моем канале, если ваши видео действительно интересны, если ваша тема будет интересна аудитории. На данный момент у нас уже есть то, что юрист готовит видео, связанные с фотографией с юридической точки зрения, различные советы и прочее, и можно будет задавать вопросы. Есть человек, который очень классно занимается продвижением в соцсетях, именно настройкой, то, что обычно выкладывается платно на различных курсах, он также будет готовить свои материалы и выкладываться на канале. Ну и кто видел, на днях у нас уже вышел ролик Дэна с практикой съемки, там тоже очень много всего полезного, именно практическая сторона фотографии, и у него в планах еще довольно много видео на эту же тему и схожие тематики. Поэтому все, кому это интересно, обязательно пишите, будем искать какие-то точки соприкосновения, вместе это все эффективнее и полезнее делать. А пишите лучше всего в инстаграм, в директ, ссылка на него в описании. А сегодня я покажу свою студию, как я здесь все устроил, кто следит уже давно, знает, что здесь уже было три перестройки, три смены обстановки, каждая все с практикой, с процессами съемки, все упрощалось, улучшалось и подгонялось под то, чтобы было удобно снимать. Это будет полезно в первую очередь тем, кто планирует открывать или сейчас, или в будущем свою студию, хоть большую, хоть маленькую, все равно что-то вы для себя найдете. Если каких-то ответов на вопросы не будет, у меня есть целая рубрика видео о том, как открыть свою студию, мы полностью там все разбираем, от размеров от домашних мини-студий у себя в комнате до больших, что необходимо, что важно, что не важно, на что влияют размеры и прочее. Обязательно, если вам эта тема интересна, посмотрите. Помещение у меня чуть меньше, чем 60 квадратов, ширина примерно 6 метров, чуть меньше, где-то 5,70 и длина в районе 9 метров получается. Я изначально планировал здесь заниматься именно семейными фотосессиями, фотографировать семьи, потому что это очень стабильно, очень хорошая и довольно интересная съемка. А если речь идет о семейной фотосессии, то очень важное значение здесь имеет место расположения этой студии. Помещение специально выбирал в самом густоронаселенном части города, это спальный район, довольно далеко от центра, но именно здесь основная часть людей живет, здесь очень большое число, плотная застройка, очень большое число высоких многоквартирных домов. И получилось так, что из 10 фотосессий человек 7-8 очень радуется и говорит, о, классно, что он находится очень близко с дома. А если бы я где-то это открывал в центре или как часто бывает в промышленных зонах, то для людей могло бы это быть проблемой довольно часто. Так как это не интерьерная студия, здесь не имеет значения наличие окон и по сути не так важна высота потолка. В первом видео из серии «Как открыть свою студию» мы подробно разбирали о зачем нужны высокие потолки и там я показывал, что в реальности даже с потолками 2,60 я могу здесь снять практически все, за единым исключением я не могу снять ростовую фотографию с верхним мягким светом. Но снять портрет с верхним мягким светом, даже если использовать огромный софтбокс, я могу, для этого у меня есть стульчик. Но об этом все есть в отдельном видео, кому интересно, посмотрите. Поэтому невысоких потолков там 2,60-2,70 более чем достаточно для полноценной хорошей работы в студии. У вас будут маленькие ограничения, но они не критичны. Из оборудования. У меня здесь есть 5 основных голов, 5 основных моноблоков, все они по 300 джоулей и практически все они всегда стоят на минимальной мощности. Об этом также есть подробное видео, что и зачем это нужно. Ссылка на все эти видео будет в описании. 5 основных голов и еще 2 старых дополнительных по 150 джоулей, но они больше как запасные на всякий случай. На самом деле и 5 голов это много, это больше для экспериментов, обучения каких-то сложных схем. Большинство коммерческой съемки можно снять с одной из двумя головами и с одним большим отражателем, этого будет более чем достаточно. Более важны, конечно, это насадки. Если вы планируете заниматься коммерческой съемкой, то у вас обязательно должен быть один источник очень мягкого света. Это какой-нибудь очень-очень большой софтбокс. Сейчас он светит на меня, он у меня 120 на 180, если бы в продаже были больше, я бы купил больше. Чем источник света у нас больше, тем картинка мягче и в большинстве случаев коммерческой съемки это выгоднее. Более приятный рисунок и более легко ретушировать эти фотографии. В подавляющей большинстве фотографий у меня участвует мой здоровый софтбокс. Также есть два бокса поменьше, это 60 на 120 и еще со старых времен остался совсем маленький бокс, но я им практически не пользуюсь, он так для красоты лежит. И два моих, наверное, самых любимых источника света это стрипы. О них тоже было подробно, мы все рассказывали, их у меня два, но можно обходиться и одним. Есть еще параболический софт, это именно параболический софтбокс, а не октобокс. То есть он не просто имеет какую-то круглую форму, он особую параболическую форму, благодаря чему освещение в центре более слабое, освещение краям более сильное. Об этом есть отдельное видео, в котором наглядно показано, что в реальности, в коммерческой съемке, по крайней мере, клиенты никогда не увидят разницы, пользуетесь вы им или пользуетесь вы обычным софтом. Но для очень уточенных, очень крутых любителей, возможно, разница будет заметна. Я, на самом деле, с трудом мог находить разницу между этой штукой и обычным софтом, но купил ее, опять же, для экспериментов и для обучения, в первую очередь. Ну и есть довольно большое число насадок жесткого света, которыми на коммерческих съемках я практически не пользуюсь, по крайней мере, когда речь идет о семейных вотосессиях, когда приходят обычные люди с обычной внешностью, источники жесткого света, это наш, по сути, враг. И с ними довольно тяжелее работать, там надо замирать, нельзя шевелиться, потому что тени сразу грубые, сразу их хорошо видно, поэтому они больше для экспериментов, для каких-то тестов, но если вы начинаете с нуля, они не обязательны. Также есть два больших отражателя, с одной стороны отражатели, с другой стороны флаги, мы об этом говорили, и как сделать свой отражатель, и когда пользоваться отражателями, когда флагами, тоже подробно обо всем этом разбирали, они там в углу у нас стоят. На самом деле, для хорошей, эффективной и прибыльной работы достаточно иметь один отражатель, один, даже один, максимум два источника света, одну насадку очень мягкого света, самое большое, что вы сможете сделать. На данный момент, самый дешевый способ, это зонт на отражение, где-то 110 сантиметров, если покупать. И если нужно экономить, то зонт на отражение диаметром 110 сантиметров, это самый дешевый из больших источников света. И достаточно хотя бы одного стрипа, который позволит большое разнообразие фотографий получать. То есть, две головы и две разных насадки, один отражатель. Этого достаточно, чтобы эффективно и хорошо работать в фотостудии, и хорошо на этом зарабатывать. И важнее в этом плане иметь не столько крутое оборудование, сколько запас по количеству различных атрибутов и элементов. То есть, какие-то стремянки, стойки, стульчики, кресла, диванчики, лавочки, может быть, и что-то еще, для того, чтобы можно было какое-то разнообразие сделать. И когда к вам одни и те же клиенты приходят второй, третий, четвертый раз, чтобы можно было не только цвет фона менять, но и как-то совсем другую атмосферу создать. И вот здесь начинается проблема, потому что размер фотостудии может быть небольшой, но очень много места занимают все эти стульчики, какие-нибудь кресельки и прочее. Когда у меня была уже примерно половина того, что у меня есть сейчас, у меня в студии просто некуда было наступить, все пространство было занято, оставались какие-то узкие коридорчики, работать было невозможно. Именно поэтому я сделал стеллажи вдоль всей длины студии, вдоль всей съемочной части. Половина этого помещения занята стеллажами, и этого хватило, чтобы очень хорошо все разгрести. А здесь более большие вещи у нас стоят в три ряда стеллажи, а на той стене стеллажи идут в пять рядов, где много всякой мелочевки, всяких интересных штук. Начиная от маленьких стульчиков и заканчивая всякими непонятными вещами, чемоданами и всем остальным. В итоге деревянные стеллажи, обычные самодельные, просто дерево, купленное в леруа, покрашено в черный цвет, чтобы не бликовало. Опять же, о том, в какой цвет красить студию, белый или черный, мы подробно разбирали, очень сильно зависит от того, что вам больше нравится снимать. Если вы начинаете работать, заниматься продвижением, вещи очень-очень быстро начинают накапливаться. То есть для каких-то съемок что-то закупается, что-то делается. Для новогодней фотосессии покупали фонарь, он сам по себе стоит недорого, корпус, но в итоге он остался. Еще какой-то проект, данная лестница, мы работали с журналом, они сделали для себя, для своей обложки лестницу, правда она была белая. Мы отфотографировали журнал, удевать ее некуда, и она осталась у меня абсолютно бесплатно. Также это было с этими колоннами, мы снимали для детского журнала, они привезли их для съемки, для обложку. В итоге после съемки она начала что-то мяться, что ей особо некуда девать, я говорю, ну пусть у меня остаются. В итоге вот уже там больше года лежат, организатор там уже сменился, журнал понятия не имеет, были у них колонны или не были. Чем больше вы снимаете, тем больше всего-всего это происходит. Какие-то штуки можно делать самим, на нее можно сесть, на нее можно встать, можно сделать, чтобы кто-то был повыше в заднем ряду и прочее. Какие-то штуки там на заказ. И еще одна очень нужная, важная штука, если вы фотограф, и даже если вы планируете студию сдавать, это наличие манекена. Желательно хорошего, желательно, чтобы глаза были не пластиковые, а блестящие, потому что в них можно отрабатывать блик, и тогда это тоже будет эффективно. Во-первых, если вы фотограф, вы сами можете на ней учиться, это намного лучше, чем на живых моделях понимать свет, потому что камера стоит на штативе неподвижно, манекен неподвижен, и вы точно видите, как именно смена освещения, смена источников и прочее влияет на фотографию. Потому что с живым человеком так не получится, небольшие движения лица, небольшие наклоны и прочее, уже не так понятно, не так хорошо видно, как это все происходит. А если вы планируете студию именно для аренды, сами вы не фотограф, все равно вам очень нужен манекен, потому что среди фотографов очень много интровертов, очень много людей стесняются, волнуются, особенно начинающие. Им неловко приходить в студию даже со своими друзьями, чтобы потренироваться. А наличие такого манекена позволит вам приносить еще прибыль, потому что люди будут арендовать студию, закрываться здесь с манекеном, нету свидетелей. Они его поставили и тренируются, учатся снимать, двигать свет, никто им не мешает, никто их не отвлекает, никто их не стесняет. Это очень клево. Такие манекены стоят довольно дорого, но с рук можно находить сломанные. Цена этого манекена в районе 30 тысяч рублей нового, но он в магазине был упавший, у него треснула голова, особо мне это не мешает, шапкой мы все это прикрыли, и мне эта трещина не мешает. Я его купил с рук примерно за 3 тысячи рублей, и он уже очень-очень много раз окупился у меня в этом плане. Ну и еще одна тема, мы о ней тоже говорили, наличие большого числа стульчиков. В общей сложности, если взять складные стульчики, которые мало места занимают, взять все кресла, все стулья, все стулья для съемки, здесь можно посадить порядка 20-30 человек. Это важно, если у вас своя студия, особенно если это не студия в комнате для себя, а что-то побольше. Потому что наличие посадочных мест, наличие какого-либо телевизора, либо какого-либо экрана, и что еще очень важно, какой-то хотя бы мини-кухни дает вам источник еще дополнительного дохода. То есть, по сути, студия это не просто место, где можно фотографировать, это некая просторная, даже небольшая студия, все равно плюс-минус, но просторное помещение, в котором можно очень много чего проводить. Различные семинары, тренинги, мастер-классы, всякие разные темы. На данный момент сейчас это очень модно. Обучающие встречи, просто встречи людей по тематикам, даже в небольших городах их проходит очень-очень много. Школы рисования, школы гимнастики, что угодно. А если речь идет о мастер-классе, то, опять же, посадочные места нужны, телевизор нужен, и если там есть чайные паузы, еще что-то нужное, хоть хоть какое-то подобие кухоньки, это также может стать либо хорошим дополнением, а может быть еще больше приносить деньги, чем основное ваше направление. Если вы будете активно искать этих людей, активно сотрудничать и продвигаться в этом плане. Чтобы было больше разнообразия, чтобы съемка была не только на однородных фондах, здесь у нас сделана некая текстура, пол сделан специально из дерева, чтобы были эти рейки видны, чтобы можно было что-то с ними делать, типа а-ля старый пол какой-то. Он несколько раз перекрашивался, шоркается, типа пытаюсь добиться какой-то некой старины. То есть здесь снизу лежит 4 листа ДДСП или ДВП, оно где-то полтора сантиметра, просто 4 уложено, и куплены обычные доски, и они стоят довольно дешево, в ряд уложены и присверлены к этому полу, и все, к самому полу, к бетону это никак не прикрепляется. Ну и да, возвращаясь к прошлой теме, про посадочные места и дополнительные всякие мероприятия, забыл сказать, что еще если вы открываете фотостудию, если это не маленькая какая-то домашняя студия, а хоть какая-то, которая хоть чуть-чуть планируется под аренду, очень важно открывать в ней фотошколу. Если вы сами не можете этим заниматься, ищите людей, которые будут бесплатно проводить у вас фотошколу в вашей фотостудии, они будут зарабатывать на этом деньги, вам ничего не платить, но вы будете оказываться в выигрыше, потому что очень много людей, особенно начинающих, очень боятся работать в студиях, боятся приходить в фотостудию, и если они будут приходить в фотошколу сюда, здесь, к тому преподавателю, которого вы найдете, потом своих клиентов, не все из них будут иметь клиентов, но часть из них будет, своих клиентов они будут приводить сюда, потому что здесь все знакомо, все привычно, здесь они знают, как снять хотя бы какой-то базовый набор, и у них будет, как здесь нормально что-то получить фотографию, поэтому это очень-очень выгодно, это на перспективу для вас очень важно, а для этого необходимо, чтобы у вас были стульчики, какой-то экран и хоть какая-то желательно кухня или хотя бы кофейная зона. Здесь есть вот такой подъемный механизм, чтобы можно было прижимать фон, то есть поснимали так, раскатали фон, особенно если фон новый, он типа топорщится, и желательно его прижать, чтобы не топорщился, потому что его очень сильно рвут. На практике оказалось весьма неудобно делать что-то подобное, я не советую, я это увидел в одной из американских студий, и там типа рекламировалось, это была реклама товара, специально такая тоненькая набивается штука, она продается, и типа также позволяет, смысл такой же, раскатали фон, прижали, он у вас не топорщится. Но на практике это жутко неудобно, потому что когда вы пользуетесь рулоном, не который висит и уже ровный, а какой-то новый рулон, либо рулон, который не раскатывали, он у вас весь загибается, и одному просто невозможно взять, держать края ровно и прижать, нужно как минимум 2, а то и 3 человека. Поэтому старый малярный скотч это лучшее, что может быть для этого. Раскатали малярным скотчем, приклеили краешки, все, следов не остается, не рвется, все хорошо держится. Ну и продолжая тему структур, чтобы было разнообразие с однородным фоном, не только структура на полу, но и стена тоже у нас объемная. То есть здесь это обычный декоративный кирпич, специально криво наклеенный, чтобы не было ощущения какой-то искусственности, и покрашенный. Его периодически перекрашивал, чтобы можно было что-то с ним делать, потому что по-разному освещаем, мы получаем разные картинки, разный интерес. На самом деле кирпич мне не очень понравился, не очень он хорошо заходит на фотографиях, и сейчас я хочу его менять на, именно есть довольно приемлемая цена, очень качественная имитация зеленой стены, то есть прям с листиками, очень объемная, не сантиметров 5 толщиной, настоящая лиственная стена. И здесь уже будет очень интересно, смотря как осветили, разные настроения, разная атмосфера у нас получается. Ну и здесь еще одна такая маленькая штука, часто бывает, что мне не нужно доматывать до конца, то есть чтобы не топтали лишний раз, или если это будут какие-то портретные фотографии, чтобы фон просто висел у нас здесь, не располагаясь по всей длине это. А иногда бывает они еще и двух разных, ниже висит один оттенок, выше висит другой оттенок. И очень сложно настроить, по крайней мере у меня не очень хорошо получалось такую границу, когда в любой момент останавливаешь фон, и он больше не разматывается. То есть если мы его сейчас отпускаем, он часто бывает начинает с каким-то временем немножко скользить вниз. Поэтому здесь у меня стоит маленький гвоздик, эти цепочки, они стандартные, во всех фотомагазинах продаются вместе с креплением. И все, любую высоту сделал, за гвоздик зацепился, и она никуда ни вверх, ни вниз у нас не уходит. Если говорить о фонах, если нужно экономить, а самый основной я бы купил светло-бежевый. Именно вот такой он самый ходовой, самый удобный. С него очень легко делать темно-коричневые фотографии, с него очень легко делать более теплые оттенки, более холодные. И даже люди с бледной кожей довольно хорошо получаются. Основная часть фотографий, кто смотрит в инстаграме, все темные, все коричневые, все бежевые, все светло-бежевые, все сняты вот на таком фоне. Он такой, как он сейчас выглядит приблизительно. Второй фон по популярности, по-хорошему, это именно белый. Универсальный, очень сильно отличается. Белый фон может быть и белым, и серым фоном у нас, в зависимости от того, насколько сильно вы его осветили. То есть, имея два фона, вы получаете белый, серый, бежевый, коричневый и прям практически черный. Просто слабо-слабо освещаем бежевый фон. Все освещение на модели, и он у нас может вообще в полную черноту уходить. Если речь о коммерческой съемке, особенно о семейной, безумно важная часть студии – это удобный диван, на котором большую часть времени проводят наши папы, чтобы они привыкли, что здесь не страшно, не опасно, не скучно. Для этого есть Sony PlayStation, но большинство пап стесняются играть. Для этого у нас большими буквами стоит надпись с паролем от Wi-Fi, какой Wi-Fi выбрать. Папы садятся, заходят в телефон и довольно долго терпят. Намного дольше могут протерпеть фотосессию мамы, детей и всех остальных, чем когда у них нет Wi-Fi. Но некоторые играют в Соньку. Пап мы стараемся не напрягать, стараемся создать такие условия, чтобы им здесь нравилось. Если им здесь будет нравиться, что бы там мама не хотела, но на семейную фотосессию папы обычно будут согласны приходить только к тем фотографам, где их не напрягают. Поэтому здесь мы все создаем, чтобы папа мог смотреть телек, играть, сидеть в телефоне, чем хотеть заниматься. Но из приколюк здесь у меня есть Алиса. Алиса, как у тебя дела? Рассматривала тут недавно фотографии котиков в Яндексе. Ничего лучше котиков нет. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. Хорошо, умничка. Штука на самом деле прикольная. Не просто побаловаться, но и на практике. Упрощает и создает немножко как бы некий такой интерес. Для многих людей это в новинку. Плюс она у меня включает свет, она же у меня включает вспышки. И что важно, допустим, мы фотографируем семью. Все, надо, чтобы дети нас, немножко от нас отдохнули, пофотографировать взрослых. Я просто обращаюсь к ней и прошу включить детские мультики. Мне не надо ничего искать, не надо ничего готовить. Она сразу выбирает подборку. Дети очень быстро учатся управлять, садятся и нам не мешают. Они смотрят свои мультики. Также она создает музыку. Ее просишь включать какие-то музыки. Ну и какие-то такие штуки происходят. Это удобно. Ну и один такой мини-плюс, то что любой, кто занимается любым продвижением, знает, что людей желательно удивлять, людей желательно сделать что-то больше, чем они ожидали. И вот это как раз один из тот приемов. То есть к ней подсоединены все вспышки. И я ее прошу там, ну сейчас по имени не буду называть, чтобы она не откликалась, прошу там, включи мне вспышки. И они все начинают пикать, загораться, довольно эффектно все смотрится. Потом там прошу включить свет, выключить свет, еще что-то. И это, в общем-то, тоже некий такой элемент запоминания о себе, скажем. Ну и просто подурачиться интересно. Я уже в инстаграме рассказывал о своем кронштейне для монитора. Они стоят недорого, везде продаются, но это очень удобно. То есть когда я что-то ретуширую, часто бывает он у меня вообще вот так лежит. Здесь лежит планшет повторяющийся, и все практически очень удобно, очень все близко. Если мне надо что-то смотреть, он у меня поднимается, и как-то вот так. В любом, в зависимости от того, как вы сели, повыше, пониже, вы можете расположить себе очень удобный обзор. Какой бы вы удобный стол не сделали, какой бы вы суперудобное кресло не купили, но если вы много работаете, там по 9-10 часов в день, нам в любом случае придется часто менять позы. То так, то так, то так. В правильной позе очень много часов просидеть невозможно, какое бы классное кресло не было. Поэтому через 5-6-8 часов иногда бывает, что и вот так вот сидишь, он у вас нависает над тобой, его можно еще ближе сделать, и все. То есть вы практически полулежа, но руки удобно лежат, и все на клавиатуре, все можно делать, все смотреть. Не знаю, как выглядит со стороны, но на самом деле это очень удобно, когда вы очень много времени работаете. Что касается стола, у меня было очень много самых разных столов, очень много экспериментировал. Советую покупать именно под свой рост. В интернете можно найти без проблем ГОСТы, особенно СССРовские, соотношение высоты столешницы, высоты стола и вашего роста. То есть они не универсальны. От того, какой у вас рост, очень сильно будет зависеть, какой высоты у вас стол. Это действительно удобно. Если вы работаете час-два в день, не принципиально грестить. Если вы работаете много, даже лишние, несколько сантиметров, в зависимости от роста, реально решают, реально важны. Ну и еще я очень советую делать вот такие штуки, вырезы. Это не для живота. Это для того, чтобы как бы вы не находились, как бы вы не печатали, локти у вас не висят. Когда мы работаем немножко, это не принципиально. Когда мы работаем много, очень важно, чтобы при любой посадке клавиатура хоть здесь, хоть там, хоть где, у нас полностью рука, до локтя лежит. Намного меньше нагрузка, намного дольше мы можем проработать. Ну и последняя часть студии. Там у нас прихожая, заходят, раздеваются, разуваются. Некий такой, не хотелось отгораживать прихожую прям полноценно, чтобы не уменьшать площадь, поэтому такой небольшой, как бы, загончик у нас такой, чтобы мусор не разлетался. Ванна, туалет у нас там находятся, и с той стороны еще небольшая кухня, но в принципе она полностью готова для всего. Холодильники, плиты, все есть. То есть любые мероприятия, мастер-классы, можно заранее завести еду, ну, можно здесь что-то готовить, что-то здесь делать, в общем-то полноценно ко всему это готово. Ну, здесь еще, как видите, идет у нас ремонт. Опять же, скорее всего, эта штука будет укорачиваться, и здесь будет стоять два или три у нас еще фона на колесиках, вот такие вот подобные. Их особенность в том, что можно крепить какой-то объемный фон, на с какой-то стороны кирпичи, какую-то текстуру, растительность или еще что-либо можно подкатить. И не просто равномерный фон, а объемный фон, который можно по-разному освещать, и здесь как раз для этого всего у нас будет место. Поиск помещения и приобретение вообще помещения, это, пожалуй, одно из самых сложных и очень важных. Очень важно, особенно в коммерческой съемке, чтобы был небольшое расстояние, условно говоря, от машины до студии. Потому что часто приезжают семьями со старенькими, бабушками, дедушками, часто привозят на фотосессию там девочки, женщины, прям тюки, сумок. И желательно, чтобы это было как можно ближе, чтобы не нужно было идти пешком куда-то по лестнице и еще что-то. Вторая сложность, которая на самом деле еще большая проблема, в принципе, поиск этого помещения, аренда, плата и все-все-все. Изначально стоял выбор перед арендой помещения, то есть есть всякие офисные здания, где большие окна, высокие потолки. Большой нужды в этом во всем нету. Опять же, подробно мы об этом во всем разбирались. Но аренда стоит в среднем, если это не совсем убогое место, в районе 30-40 тысяч рублей, чисто только аренда, и вы, по сути, просто их отдаете в никуда. В то время, как оформление ипотеки на подобную площадь обошлось мне примерно в 12 тысяч рублей, то есть там был небольшой переначальный взнос, и ипотека на самый-самый длинный срок. При любом раскладе, даже если что-то совсем становится плохо, и вы все теряете, ежемесячно ты платишь всего 12 тысяч рублей, а не 30 тысяч рублей за аренду, но у тебя нет хозяев, нет контроля, все, что хочешь, все сам делаешь. Если все идет нормально, со временем у тебя не только дешевая аренда, но и свое собственное жилье. Опять же, понимаю, что не всем законно могут дать ипотеку, но благо строгость закона компенсируется необязательностью его соблюдения. По крайней мере, в России, в любом городе можно найти человека, и ни одного, который за приемлемую стоимость 20-30 тысяч рублей оформит вам все документы, все подготовит, липовые справки, и вы можете получить себе ипотеку, и даже можно мутить без первоначальных взносов. И то есть, если покрутиться, подумать, вы найдете этих людей, и не имея ничего, вы все равно можете приобрести ее, и это будет в большинстве случаев дешевле, чем аренда помещения. И если у вас все сложится, намного-намного выгоднее. Чтобы было проще и быстрее, я выбирал квартиру со свободной планировкой. Слава богу, на данный момент в новостройках такого очень много. Просто, то есть у меня был чисто куп, и отгороженный туалет, больше ничего не было. И мне больше здесь ничего не надо, сразу уже готово можно было фотографировать. По сути, через день, как я сюда въехал, я просто позакрасил стену, и мы уже начали тренироваться здесь что-то фотографировать. Здесь была, наверное, небольшая ошибка. Для меня было принципиально, чтобы помещение было на первом этаже, потому что планировалось сделать отдельный вход, чтобы с обратной стороны, типа как магазин, очень боялся, что будут какие-то моменты, типа, что к чему, там в квартиру, не пойми куда ехать, какое-то все подозрительно. Людям так морально проще. Зайти в одно и то же помещение через подъезд, как мне казалось, будет как-то стрёмно. Зайти в это же помещение через отдельный вход, это вроде как нормальная фотостудия, потому что на самом деле фотостудий довольно много, сделанных в квартирах, и на первых этажах, и довольно эффективно, и прибыльно они могут работать. Но, как оказалось, все это было очень зря, и сейчас я отказался от темы отдельного входа, потому что никаких проблем, никаких сложностей не вызывало. И даже всякие депутаты здесь были, олимпийский чемпион сюда приезжал на один из проектов, мы фотографировались, и очень-очень пафосные девочки на самых крутых тачках сюда приезжали, никаких проблем не было. На данный момент я уже точно уверен, что людей волнует не столько места, сколько итоговая фотография. Если говорить о месте и о каких-то особенностях расположения, допустим, в той же Москве абсолютно нормальная ситуация, ехать куда-то на ТЭЦ, проходить КП, идти по этой отвратительной, грязной, вонючей ТЭЦ, ходить по коридорам, подниматься там на четвертый этаж, и где-то в дебрях, в грязи, искать эту студию. Да, она там будет крутая, но находиться она будет также в неадекватном месте. И с этой точки зрения, студия, сделанная в обычной квартире, если по месту вам хватает, смотрится даже более выигрышно, чем студии, находящиеся где-то в промышленных зонах, где-то в ТЭЦ и прочее. Особенно если речь о каких-то вечерних, поздних фотосессиях, приезжать в спальный район и после фотосессии выходить в центре спального района намного спокойнее, чем где-то в промышленных местах, в промышленных зонах. Для парней-фотографов, я думаю, здесь может быть только один сложный момент, что если вы зовете какую-то модель, девушку на фотосессию, она уже соглашается, а потом вы ей сбрасываете адрес, типа это обычный проспект, обычный дом, номер квартиры, то могут быть вопросы. По своему опыту могу сказать, что первое, очень важно иметь какую-то наработку фотографий. Очень много девушек я поначалу спрашивал, потому что очень сильно беспокоил эту тему, хотелось как можно быстрее сделать вход, и все отвечали примерно одинаково, что они заходили на страницу, видели, что люди фотографируются, видят, что много людей фотографируются, стори с процессом выкладываются, видят все это помещение, понимают, что действительно есть некая студия, вряд ли уж такой глубокий обман, что в одной студии снимаю, а зову совсем в другой адрес. То есть наличие фотографии, наличие показа на этой студии, как она выглядит, что здесь все происходит, успокаивая людей, каких-то сложностей на самом деле не возникало. Поэтому на самом деле можно выбирать любой этаж, если там есть лифт, то никаких проблем с этим у вас не будет. Надеюсь, что это видео было полезно и поможет вам с открытиями своих студий, и вообще с размышлениями на эту тему, в описании под видео будет ссылка на целую серию видео о том, как открыть свою студию, где мы все очень подробно разбираем, плюс там подробно различных инструментов, сравниваем различные насадки и прочее. Очень будет полезно, опять же, тем, кто хочет заниматься студийной съемкой. Ну и как всегда напоминаю, что ваши подписки и лайки очень сильно помогают увеличению росту канала и позволяют больше снимать полезных видео. Надеюсь, было полезно. Пишите, задавайте вопросы. Всем спасибо.